Ты, Сэм, салют, добро пожаловать в хип-коуч, что значит хип-хап для детей, а именно для детей хип-хап культуры, и пришло время поговорить о третьем студийном альбоме Канни у Мари Уэста под названием Graduation. Итак, это заключительная часть об образовании, кроме того, это последний Backpack альбом от Канни Уэста, и я бы сказал, что это последний хип-хоп академический альбом от Канни Уэста. После этого альбома, точнее, да, после этого альбома Канни Уэст собственноручно уйдет с тропы стать каноничным хип-хоп артистом и начнет творить максимально экспериментальную музыку, которую не всегда даже можно назвать хип-хопом. Если говорить именно про этот альбом, то он дебютировал на первой позиции чартер, зашелся тиражом в ошеломительной 957 тысяч копий, этот альбом получил Grammy в номинации «Лучший рэп-альбом», ну и все мы знаем историю о том, что был фейс-оп между 50 Cent и Канни Уэстом, Graduation побеждает Кёртис и официально в Backpack хип-хоп получает свое первое большое глобальное признание, официально в Backpack хип-хоп побеждает Gangster Rap, и после этого хип-хоп уже очень долгое время не будет иметь Gangster Rap в своем мейнстриме. Если говорить об этой трилогии в краткости, вкратце точнее, то College Dropout — это soulful хип-хоп, Late Registration — это альтернативный хип-хоп, а Graduation — это самый настоящий поп-рэп, стадионы, бэнгеры, хиты и так далее, и тому подобное. Let's go! Айтс, как я обычно делаю с большими великими альбомами, мы разделим этот обзор на три части, начнем мы с истории или лирики. На дворе 2007 год, что значит, что Канни Уэст уже не является тем максимально талантливым продюсером, который хочет стать рэпером, которого никто не верит. На, он уже доказал свою масть College Dropout и Late Registration, а после того, как он неожиданно победил Face of 50 Cent, он показал всем, что «Йо, я большой артист, которым нужно считаться». Другими словами, Graduation стоит воспринимать как Victory Lab Канни Уэста, потому что на тот момент стало очевидно, что Канни Уэст — это тот самый мессия, который стал мостом между трушным хип-хопом, уличным гангстом хип-хопом и самыми обычными людьми. Канни Уэст — это тот мессия, который невероятно смог сделать госпел-рэп-хит, Канни Уэст — это тот тип, который так называемый перезапустил карьеру Твиста, спродюсировав его альбом, и одновременно с работой над Graduation он работает над альбомом Commonum, и кроме того, Канни Уэст — это тот человек, который победил Face of 50 Cent. То есть, другими словами, на этот момент Канни Уэст находится в прайме, именно поэтому альбом называется так вычурно Graduation. Если пробегаться, мы это будем делать часто в течение этого обзора, будем смотреть на всю трилогию. Если смотреть на трилогию с точки зрения истории или с точки зрения сюжета, то Call Let's Drop Out — это история человека, который бросает тебе вызов достичь всех своих целей и каждой своей мечты. Graduation — это история человека, который сталкивается с проблемами вдруг неожиданно. Graduation — это история человека, который наконец-таки добивается или доходит до вершины этой горы. И этот альбом Канни Уэст начинает с того, что он рассказывает о своем пути, что он делает на Good Morning, то же самое он делает на Champion. На первом куплете мы слышим такие слова. Я просто хочу лучшей жизни для своих детей, но я не говорю, что в своем детстве мы жили в Project'ах, но каждый раз, когда я откладывал деньги, мой отец говорил мне, если видишь одежду, просто закрывай глаза. Мы были что-то вроде Уилл Смита и его сына, те, что в кино, а не богатые в реальной жизни, потому что каждое лето он находил новый путь, чтобы заработать себе деньги. И я не знаю, что он делал, зарабатывая деньги, но он каждое лето отправлял меня в школу с новым гардеробом. Йоу, когда я готовил обзор, я подумал, что это, наверное, один из моих самых любимых куплетов от Канни Уэста. Эта история про сравнение его жизни с жизнью Уилл Смита из фильма «Погоня за счастьем». Это прям очень сильно, очень сильно отзывается, откликается ей очень сильно. Very relatable, короче говоря. И здесь любопытный, как Канни Уэст еще в 2007 году все еще видно, что он топит за своего отца. То есть Канни Уэста, который топит за своего отца на Жике, начался в 2007 году на Graduation. Ну и, конечно, самая большая часть этой песни это «Did you realize what it's like to be a champion» — этот бридж, который по факту является лик-мотивом всего этого альбома, потому что в течение всего Graduation этот персонаж будет отмечать то, что он наконец-таки добрался до Слива. Опять-таки, на дворе 2007 год, что значит, что мы все еще находимся в эпохе старого Канни, Soulful Канни, Канни, который еще не потерял свет, Канни, который живет рядом со своей матерью. Но периодически на этом альбоме мы будем получать предвестников пришествия Иизоса. Под Иизосом я имею в виду личность, а не альбом. И лучший пример Иизоса — это «Can't tell me nothing» и эти легендарные ставшие слова «Сейчас мы понимаем, что эти строчки являются лучшим описанием второй части личности Канни Уэста. Этой дерзкой личности, дерзновенной личности, личности, которая не считается ни с какими проблемами, личности, которая максимально уверена в том, что она достигнет всех своих целей. А тогда это еще не было понятно, что мы придем в итоге к Иизосу. И этот припевок не просто один из лучших припевов на этом альбоме, но это стал довольно-таки классический или канонический припев дискографии Канни Уэста. Наверное, нужно отметить, что Канни Уэст понимал это еще тогда, потому что до дропа Graduation он выпустил микстейп под названием «Can't tell me nothing» и «Can't tell me nothing» был lead single на этом микстейпе. Кроме того, на этом микстейпе была композиция «Us Placers» от такой интересной группы под названием «Child Rebel Soldiers». Это должна была быть супергруппа Исфарелла Уильямса, Лупе Фиаско и Канни Уэста, которая должна была выпускать музыку, но в итоге мы альбом от них не получили. И любопытно, что Канни Уэст выбирает именно «Can't tell me nothing», чтобы построить вокруг него микстейп, потому что на Graduation у него был Stronger. Неужели он думал, что Stronger не добьется того успеха, который добился? Или вполне возможно, он не думал, что Stronger будет главным синглом, потому что он написал этот альбом «Good Life», который является таким же большим радийным синглом. Но если сравнивать сейчас все эти песни, то ты понимаешь, что «Homecoming» не уступает ни «Stronger», ни «Good Life», ни «Can't tell me nothing». И тут, наверное, один из первых впечатлений от Graduation. Этот альбом нашпигован хитами. Потому что кто мне скажет, что «Flash and Lights» меньше, чем «Stronger», «Homecoming», «Good Life» и так далее и тому подобное? Ты это понял. Другими словами, после того, как Honeywell создает максимально soulful альбом, альбом, который в эпоху гангстер-рэпа или, ну да, гангстер-мейнстейма, возвращает людей к истокам, ну или возвращает людей в золотую эпоху хип-хопа, потом он выпускает максимально альтернативный альбом в лице Late Registration, и затем он выпускает Graduation, который является просто, я не знаю, учебником по написанию хитов или поп-рэп-хитов. И все это он сделал всего лишь за три года. Когда ты смотришь на трилогию Graduation, ты просто офигеваешь от масштаба таланта Канни Уэста. Канни Уэст — это сын Чикаго. И на тот момент из Чикаго не было еще ни одной мега-хип-хоп-звезды. Common даже за всю свою карьеру так и не дошел до этого статуса. Твиста, тем более, Канни Уэст станет первым, даже Чивкиев не достиг этого статуса, Канни Уэст станет первым мега-звездой из Чикаго. Но на тот момент он еще не был в этом статусе, но тем не менее написал композицию про свой родной город, так будто бы эта большая звезда, которая возвращается в свой родной город. Это песня, в которой Канни Уэст признается в любви своему городу. Это классический «Homecoming» гимн, как и «Shook Wands», как и «Put it on» на «Jeezy». Но любопытно, что здесь Канни Уэст использует образ отношений мужчины и женщины. То есть «Shightown» или «Чикаго». Здесь альцентрина девушкой, которую зовут «Windy». Это один из сленгов, которым чикагские типы называют свой город. И он говорит, что «Я познакомился, когда мне было три года». А именно в три года Канни Уэст переехал из Атланта в Чикаго. И затем он использует эту модель отношений мужчины и женщины, которая уезжает мужик на заработки, оставляет свою женщину в городе. Она воспитывает его детей. Он использует эту модель, чтобы показать то, какой путь он прошел. Воспитанный в Чикаго, всему научился в Чикаго, уехал в Нью-Йорк, завоевал мир в Нью-Йорке, и вот он возвращается в Чикаго, возвращается к своей женщине, чтобы показать, что он заработал. Гениально, потрясающая мысль. Но нужно обратить внимание на одну любопытную вещь. Главная цель на Graduation – это создать хиты, радийные песни и максимально попсовый рэп, который будет петь весь мир. Изначально песня «Home Common» называлась «Home», и изначально она была таким соу-фу-рэп-песней с таким около-госпо-припевом от Джона Ледженда. Но Канни, держа в голове свою цель, наверное, посмотрел на эту песню и понял, что нет, условно говоря, white boy не будут подпевать этому, поэтому он убирает Джона Ледженда, он меняет аржировку, приглашает Криса Мартина, и Крис Мартин всовывает сюда довольно простую, но довольно цепляющую клавишную мелодию, и поет как во всех, ну или как во многих таких поп-рок-песнях, там, я не знаю, Room 5, Coldplay и так далее, и тому подобное. Именно этот незамысловатый, простой припев и зациклился в голове слушателей, и сделал «Home Common» воральный. Именно этот припев мы с тобой в течение скольких лет и подпеваем, а не ту сложную рэп-часть, которую выдает Канни Уэйс и так далее, и тому подобное. Как ты, наверное, понял уже к этому моменту, практически каждая песня на Graduation — это довольно знаковая, ну или классическая песня в дискографии Канни Уэста. Наверное, нет более знаковой песни на этом альбоме, чем композиция Big Brother. Я думаю, все мы знаем эту историю, поэтому даже не буду уходить в детали, просто пробегусь быстро. Канни Уэст, до него путеводная звезда — это Jay-Z, его главный идол, его главный идол подписывает его на лейбл, дает ему шанс, хотя сейчас мы знаем, что сделал деймдэш. И вот Канни Уэст в знак благодарности делает оду своему герою, называя его своим старшим братом. Скажу лишь, что каждый фанат Канни Уэста должен знать припев этой песни наизусть и должен знать всех персонажей на этом певе, потому что это персонажи, которые фактически подарили нам того Канни Уэста, которого мы любим. Песня завершает альбом Graduation, и когда ты доходишь до конца этого альбома, ты обращаешь внимание, что на этом альбоме нет скитов и всяких интро и аутро, на этом альбоме нет экспериментальных песен, и на этом альбоме нет длинных песен, кроме Big Brother. И ты вспоминаешь еще раз главную цель, которую поставил перед собой Канни Уэст, и ты видишь, как он придерживался этой цели во всех аспектах этого альбома. Я бы даже сказал, что Graduation — это будто бы выжатая версия Канни Уэста. Самое лучшее, чем был Канни Уэст на тот момент, или самое лучшее в эпохе Old Kanye, лежит на Graduation. Здесь мы получаем сольфул, сэмплированные песни по типу Everything I Am, здесь мы получаем очень личные песни по типу I Wonder, здесь мы получаем огромные попсовые хиты по типу Stronger или Homecoming, то есть, другими словами, будто бы на этом альбоме Канни Уэст сел и такой «Так, сейчас я выдам лучшую версию себя без лишней возни», и в итоге мы получили Graduation, который, по-моему, является альбомом с самым большим replay value во всей трилогии. Айц, Канни начал работу над Graduation практически сразу же после того, как он закончил работу над Late Registration, то есть, другими словами, этот альбом продолжает историю его вдохновения инди-роком, альтернативной музыкой и так далее, и тому подобное. Наверное, лучший пример этому служит композиция I Wonder, одна из моих самых любимых песен Канни Уэста. Это, наверное, лучший пример того, что будет, если соединить инди-рок или даже фолк отчасти, и хип-хоп, получится композиция I Wonder лирически, с точки зрения музыки. И этот потрясающий флип, наверное, один из лучших флипов Канни Уэста, как он просто использует песни, точнее слова оригинальной песни Лаби Сифри, использует ее как припев на этой песне, и все этим сказано. Затем есть композиция Good Night, которая очень сильно мне всегда напоминает Yellow Submarine Beatles, будто бы это версия Yellow Submarine Канни Уэста, поверх которой читает Mos Def. Затем есть, конечно же, Homecoming, потому что самый важный момент на Homecoming это те аккорды, клавиш, и это вокал Криса Мартина. Они ведут эту песню, а рэп Канни Уэста служит как аккомпанемент или идет на втором плане. И эта песня звучит как, я не знаю, как... Это звучит как Encore, будто бы эта песня от U2 просто с фитом от рэпера. И стоит сказать, что это не просто так, наверное, создаются такие ассоциации, будто бы... Потому что этот альбом, если Late Registration звучал как альтернативный инди-рок альбом, то этот альбом звучит как альбом от Nickelback, от U2. Этот альбом звучит как рок-бэнд альбом, если ты понимаешь, о чем я говорю. И это не просто так, потому что перед сознанием Graduation Канни Уэст провел долгое время в туре с U2, и он вдохновился стадионностью, он вдохновился масштабом вовлечения слушателей в музыку во время концерта. И он захотел создать именно такой альбом, который можно было бы распевать многотысячной аудитории, и получился Graduation. Кроме того, на этом альбоме любопытно, что мы, в отличие от Late Registration, который... Late Registration не оставляет в тебе никакой эмоциональный отпечаток. Late Registration, там очень много шененегинс, Канни Уэст, он очень много экспериментального дерьма, он поднимается тебе отрывками из-за каких-то песен. Здесь Канни Уэст, опять-таки, вытаскивает все дерьмо и концентрируется только на том, что работает. И в итоге ты получаешь Graduation, который звучит как концерт Nickelback или U2, другими словами, ты получаешь альбом, который создает всякий раз, когда я слушаю Graduation, я получаю этот адреналиновый раш позитивных эмоций. Graduation — это один из самых позитивных альбомов дискографии Канни Уэста, это альбом, который всегда работает, когда бы ты его не включил. Ну и второй большой карман с музыкальной точки зрения на этом альбоме, потому что первый — это история того, что песни имеют структуру рок-бэнд-песен, стадионные песни, будто бы написаны для рок-бэндов, а второй карман — это синтезаторы. Хотя должен признаться, что до начала работы над этим обзором у меня в голове не было впечатления, что Graduation — это синтовый альбом Канни Уэста. Я никогда об этом не думал. Но каждый артикл, который я прочел перед обзором, говорил о том, что «Воу, боже, синты, столько синтов, впервые за долгое время в хип-хопе, вау!» Но лучший пример этому — это, конечно же, Stronger — первый мега-хит дискографии Канни Уэста, даже не Jesus Walks. Потому что Jesus Walks — это песня, которая обрела ему его корневую фан-базу, а именно «Черные люди, слушающие рэп». Если и есть у Канни Уэста такие слушатели, то все они или большинство из них пришло через песни, подобные Jesus Walks. А Stronger был хитом, который обрел его самую большую демографию, а именно «Белые люди». Большинство слушателей с таким же цветом кожи, как у тебя, пришли к Канни Уэста именно через Stronger. Если разбирать эту песню, что это такое? На самом деле, довольно простая песня. Во-первых, это очень очевидный в лоб dance floor, танцпольный ритм. Затем это очень простая лирика. Затем это припев, который создан для того, чтобы ему попивали. И это сэмпл от Death Pump. То есть, эта песня, которая, если сложить все эти элементы, была создана для того, чтобы ее крутили на вечеринках, на радио и на танцпоре. Все, что нужно было от Stronger, и в итоге это сработало. Но любопытно, что, как мне кажется, флагманом этой песни является этот роботизированный голос Death Pump. И все такие, о, боже, вау, ммм, ммм, что это такое? Вау, ммм, ммм. Любопытно, что на момент создания этой песни Канни Уэйс не имел ни малейшего представления о том, кто такие Death Pump. Просто ему понравился этот элемент. И в итоге этот маленький элемент сделал эту композицию виральной. Кроме Stronger, отличным примером, синтезаторов, я честно не мог, никогда в жизни не было впечатлений, что Graduation — это синтовый альбом Канни Уэста. Есть Good Morning, Good Life, Drunk and Hack Girls, Flash and Lies и I Wonder. Я бы даже сказал, что первая треть альбома, она просто про то, чтобы погрузить тебя сейчас, зная или когда обратили мое внимание на синтезатор, я вижу, что первая треть альбома, она вся построена на синтезаторах, она погружает тебя в эту довольно футуристичную атмосферу или в этот довольно футуристичный мир. Но опять-таки, самое главное от всех этих песен — это история того, что мы получаем здесь поп-хиты. Graduation — это пример поп-рэп-альбома, а все остальное отходит на второй план. Если говорить о наследии этого релиза, то это, конечно же, наименее хип-хоп-альбом во всей трилогии. Как с точки зрения музыки, о чем мы много говорили, так и с точки зрения лирики, потому что лирика на этом альбоме довольно простая в куплетах. Потому что, опять-таки, все было создано для достижения одной лишь цели. Но любопытно, что в погоне за попсовым альбом Kanye West умудрился создать альбом, на котором больше легаси и больше знаковых для Kanye West-а песен, чем на College Dropout, например. Кроме того, я бы сказал, что Graduation — это альбом, который, наконец-таки, отплатил долг тем людям, которые поверили в Kanye West-а. После того, как этот альбом сделал 957 тысяч копий в первую неделю и победил Curtis, все. Все выдохли, наконец-таки, и у Kanye West развязались руки. Все, кто верил в Kanye West-а, сказали, все, окей, отдаем ему образное правление, пусть этот человек делает со своей карьерой, со своей музыкой все, что он хочет. Он всем все доказал. Кроме того, любопытно, что этот альбом, тем не менее, это последний академический хип-хоп альбом от Kanye West-а. Потому что здесь мы получаем три куплета, долинющий Big Brother, который является самым обычным примером Bars for Bars, рэп-песни. Затем здесь есть композиция Everything I Am, на которой мы слышим скретчинг от премьера. Вот просто подумаем об этом. В припеве пример Scratch в 2007 году. Что может быть более академическим, чем Scratch и Prima на песне. Кроме того, здесь есть композиции Barry Bonds, которые Kanye West и Элл Уэйн идут Bars for Bars, друг против друга, два MC, лоб на лоб. То есть, несмотря на то, что это очень такой попсовый альбом, тем не менее, здесь очень много классических для хип-хопа моментов, фишек, инструментов и так далее и тому подобное. И после этого альбома у Kanye West такого практически не останется. После graduation Kanye West уходит с этой стропы стать каноничным хип-хоп-артистом. И любопытно, что эта история про образование должна была состоять из четырех глав. И выпустить Kanye West четвертый альбом в этой теме с этими же ходами, он в итоге бы зацементировал себя на тропинке Outkast, я не знаю, Jay-Z, NASA, он бы стал каноничным хип-хоп-артистом. Но мы знаем, что случилась трагедия в жизни Kanye West и будто бы эта трагедия просто развязала его поток фантазии. После graduation все следующие альбомы Kanye West будут не то, что хип-хоп-экспериментами, они будут целыми музыкальными экспериментами. После graduation мы практически никогда больше не услышим рэп от Kanye West, ну, кроме Watch the Trone, конечно же. После graduation Kanye West будет экспериментировать, 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 и как раз-таки на graduation заканчивается эпоха, когда все говорят олл Канья. Когда люди говорят о том, что мы хотим назад олл Канья, они говорят о том, что мы хотим назад рэп Канья, мы хотим назад Канья Уэста, который делал нам эту трилогию. Но стоит сказать, что если бы он не сошел с этой тропинки, а продолжил бы делать этот академический хип-хоп, то мы бы не получили величайшего артистичного ума в истории хип-хопа. И для меня это, конечно же, это совершенно эхат-хор.